Мы, друзья, рано утром в 7 часов столкнулись с тем, что какие-то действия происходят на бэк-ярде. Представляете, вот так просыпаешься в 7 часов, а у тебя на бэк-ярде вот такая фиговина стоит. Фиговина будет прокапывать траншею. Вот вы видите, траншею для канализации. Что-то измеряет там, не знаю. Вот смотрите, какая штука. Что-то измеряет. Они тут нарыли чего-то, видите, сняли там фанерный был щит. Они его сняли. Я даже не знаю вот эта зеленая фигня, что обозначает. Там, где вчера инспектора поставили флажки желтые. Они что-то тут нарыли. Может быть, хотят увидеть, где там линия сама газовая. Я спросил у парня, что это за прибор. Значит, это лазерный прибор, который показывает уровень, угол наклона. Потому что они когда канализацию делают, значит, им нужно определенный угол соблюсти. Вот эта вот лазерная фигня. Честно, не знаю, как работает, но вот она для них. А между тем, друзья, хочу обратить ваше внимание, что вот один парнишка за два рабочих дня завершил полностью, значит, нашу крышу с обеих сторон вместе со всеми там выходами, которые он должен был обеспечить. И, в общем, так уложил эти самые асфальт-шинглс. Или там, как народ нам говорит, что это какой-то там рубероид. Или там чего-то. Я знаю, что такое рубероид по советским временам. Асфальт-шингл намного толще, его фиг согнешь вообще. То есть, это очень такой негибкий материал. А рубероид, я помню, так в рулонах поставлялся. Не знаю. Назвать можно, конечно, как угодно. Тут дело нехитрое. Вот они, как крыши. Это на нашем уже существующем доме. Видите, тут много работы связанной с тем, что там врезают. Это так называемый light tunnel. Такой световой тоннель. То есть, оно выходит в туалете, там освещает. И вот красавец. Смотри на него. Маленький такой. И ковшик узенький. То есть, он тут не будет сильно безоправен. Вот трактор едет туда-сюда, выравнивает, наверное, почву. Тут вот интересный куст растет. Это остатки былой роскоши. У нас тут росло большое дерево. И когда дерево выкорчевали, от него обошли вот такие пусты вдоль всего дома. Они соединены довольно большими корнями, раз они не пивнуты. И вот меня спросили, можно ли этот куст выкорчевать. Я сказала, с большим удовольствием, потому что это будет опасно. В смысле, для нашей построили. Я веду съемку через стекло из нашего дома. И вы, может быть, слышите голос Светланы. Она взяла другую камеру и там ей снимает параллельно со мной. Я умывался. И она подумала, что надо заснять, пока я там физически, можно сказать, не в состоянии. Ну, я бы сказал, что просто, как бы, видимо, они все готовят фронт работ. Как-то так. Вряд ли у них задача именно выровнять что-то. Надо сказать, что уже есть дизайн. Ландшафтный дизайнер сделал. И будет там пару уровней в земле, которую там организуют туда, левее там и подальше. Вот. Свет, ты не считаешь, что он пытается что-то такое делать под будущие ландшафтные работы? Он просто его место, фронт работы чищает? Я думаю, что копать надо здесь. Он не может тут встать толком. А, потому что он просто себе площадку готовит. Ну, да, он же копать должен как-то. Ну, да. Камни, бетон. Вот он сейчас выкорчивает, наконец, этот куст. Котовый? Вот, который остался дерево. А, вот. Маленький. Да, но и он большой тоже уйдет. Что, большое дерево-то уйдет? Ну, да, потому что оно заслоняется. Оно красивое. Оно красивое. Его желал поломать, но оно прямо готово. Угу. Ну, что же. Вот. Такое ощущение, что он занял боевую позицию. Да, вот и пошел первый грант. Вы видите, как он аккуратненько, так аккуратненько ведется. Раз, 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 раз. Высыпал там. Да, раз, раз. Таким джойстиком оперирует. Аккуратно ковшом проходит мимо строителей всех вот этих вот постов, чтобы не задеть, потому что там уже арматура сделана. Аккуратно ковшиком, убирая землю прямо между постами будущими. Удиверная работа, поскольку он старается не попасть туда. Удиверная работа. Удиверная работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова